всем добрый день сегодня в прямом эфире хочу вам показать поближе игры которые мы так долго ждали они наконец-таки пришли к нам я вчера поняла что не все их знают поэтому хочется показать их а вы заодно зададите вопросы которые у вас возникли я думаю что мы ненадолго здесь сегодня но тем не менее будет познавательно и полезно и так мы поговорим сегодня про день и ночь про застенчивого кролика это все логические игры бонди-бон игры головоломки про грузовички и я еще вам расскажу про отличие грузовичков и смарт-тачки очень часто про это спрашивают думают что игры похожи они совершенно разные про это все сегодня поговорим хорошо так если у вас будут вопросы вы пожалуйста пишите единственное что я не подготовилась как-то это спонтанно у меня все получилось и я забыла посмотреть цены вот поэтому цены пожалуйста посмотрите либо в посте вчера я про эти игры рассказывала либо напишите в директ вопрос просто у меня сейчас их нет под рукой хорошо вот все договорились итак давайте мы начнем с этой игры день и ночь игра день и ночь очень интересная для детей самого младшего возраста где-то лет с полутора ее можно начинать вообще ее можно покупать где-то года в полтора она вам будет пригождаться на протяжении многих лет сначала детки просто надевают как на пирамидку детальки да потом они начинают играть по заданиям составлять можно свои сюжета в общем здесь много функции где-то лет до пяти она будет интересно я так думаю хотя мне кажется на коробке указан возраст 36 лет я сейчас коробочку чем она мне в другой комнате не смогу посмотреть но все-таки к 6 ближе она уже не так интересно вот у меня ребенку 6 будет очень скоро и он вчера эту игру видел о как у меня было в детстве моя игра достал но в принципе ему было поинтересно он задание пособирал но они для него конечно очень простые уже вот поэтому где-то лет до пяти но начинать можно как я уже сказала с полутора и так в чем же ее суть это вот такая деревянная основа с тремя штырьками так извините пожалуйста вот такая деревянная основа с тремя штырьками и в наборе 10 деталей детали как вы видите все разные формы разного цвета сейчас покажу в чем интерес и почему она такая классная смотрите вот я хочу вам показать качество обработки дерева все очень прилично очень достойно гладенькая прям ну приятно держать в руках эти окрашенные детальки тоже ну вот вы видите да очень хорошо обработаны без всяких там занос заусенцев все хорошо покрашена есть такие детальки с каким-то рисунком вот так вот они выглядят качество повторюсь очень достойная и так вообще суть игры в том что у нее есть такие задания смотрите 48 заданий раньше она издавалась задания были в такой книжечки на пружинке которая ставилась найти как настольные календарики ставятся сейчас вот они сделали карточки отдельно и ой а вот она и вот такая идет деревянная подставочка то есть вы ребенку вставили карточку в подставочку она у него стоит вот так вертикально как образец и он собирает почему игра называется день и ночь смотрите у нас есть задание день и есть задание ночь в чем вообще суть заданий нужно здесь задачи разные по сложности и нужно повторить комбинацию которая здесь показана интерес в том что вот эти все элементы в зависимости от того как они повернуты как они расположены они создают какую-то такую сюжетную композицию видите вот это например вот этот элемент он может быть и машинкой с водителем как в данном случае да а может быть вот тут например это шляпа тот же самый элемент он соединяется с другим полукругом получается дерево там или куст да сейчас покажу где-то там где ствол используется там будет дерево ну вот но не совсем так но вот суть вы поняли да в общем элементы разнообразные и сочетание с другими они вот этот например то домик да то это там туловище и руки то шляпа так извините пожалуйста я на секундочку отойду вы пока полюбуйтесь на красоту так я вернулась прошу прощения за заминочку а поняли да что ребенок составляет каждый раз какую-то новую композицию ему нужно внимательно посмотреть какой штырек слева какой справа потому что они разной высоты как вы видите вот и составить правильно одну на другую детальки таким вот образом но это еще не все задания отличаются по уровню сложности то есть вот вы можете увидеть например стартер да зелененькие за зеленой полосочкой обозначены это самые простые для начинающих дальше посложнее джуниор желтенькая полосочка и далее мы переворачиваем на обратную сторону на сторону ночь и у нас есть задание эксперт красные и мастер фиолетовые в чем же здесь суть здесь уже нужно подобрать по силуэту то есть ребенок уже не не видя цвет форму вернее не видя цвет рисунок он собирает только по форме и причем в некоторых случаях сейчас я не знаю попадется мне или нет некоторых случаях это такие прям загадки потому что когда детальки соединяются вот например то есть ему нужно догадаться что это такая за комбинация вот у нас ведь нет такого большого прямоугольника он должен понять что это вот такая деталь сверху это надето и еще одна вот в общем уже на образное мышление да на додумывание и на логику такая задачка интересная в чем еще особенность смотрите каждое задание вот это например задание цветное на день если мы карточку переворачиваем это у нас по сути отгадка на него то есть у вас ответы тут же на карточках вернее наоборот если мы собираем ночь да так будет понятен если мы собираем ночь ребенок может вот так себя проверить увидев отгадку здесь то есть ответ у вас идет на оборотной стороне но детям знать это необязательно чтобы они не смотрели ответы вот но у меня ребенок вчера догадался и говорит я тут сам себя проверял у меня все правильно вот карточки довольно плотные вы видите такие если раньше это была книжечка с бумажными листочками с непрочными то сейчас это плотные листочки вот игра замечательная могу сказать что вообще ее не было довольно долго например в прошлом году ее не было в поставке и мы искали где-то выискивали остатки привозили и даже думали что она снята с производства и очень обрадовались когда в этом году увидели что она снова появилась прям эта радость радость вот игра замечательная очень так от какого возраста но я уже говорила повторюсь на ней стоит рекомендация если не ошибаюсь от трех до шести лично моя рекомендация от полутора до пяти то есть после пяти уже простовато не берите ее берите другие игры бонди бон вот а для детей 1 2 3 4 года вполне смело можно брать задания для них будут интересны и маленькие то есть почему маленьким детям говорим потому что это же пирамидка то есть эта пирамидка это самая простая на моторику да мы надеваем на штырек фигурки фигурки разные можно учить цвет да можно развивать моторику можно придумывать что смотрите у меня видите получилось дерево тут домик получился просто складывая детальки друг на друга мы надеваем их и смотрим а что же у нас получилось то есть это такая дополнительная как бы возможности этой игры до которые вы как мама просто добавляете вот ну и плюс игра по правилам как логическая головоломка игра очень очень хорошая прям советую так дальше дальше у нас застенчивый кролик я и думаю что ее знают очень многие но игра тоже уникальная и очень интересная меня честно говоря знаете удивляет как вот дети когда даешь им застенчивого кролика там в два с половиной года и они составляют правильной комбинации и меня вот прям это вызывает искреннее удивление думаешь ну как такой малыш может вообще понять в чем тут суть заданий вот я вам покажу видите нужно ребенку глядя на боковую проекцию на то что он видит составить такую же комбинацию жесть трехмерных деталек то есть в данном случае видите нам нужно сделать вот так чтобы заика спрятался и проверить себя вот здесь жалко что нет вот такой подставочки как в день и ночь я своему ребенку тоже ставила вот так вот вертикально карточку рядышком он садился чтобы у него на уровне глаз было и он ну сам себя проверял здесь задания тоже разные всего здесь 60 заданий 4 уровня сложности вот я зеленые карточки это попроще мы например лет до наверно до трех до трех с половиной он брал только зеленые и вот собирал их и все на этом успокаивался то есть потом у нас пошли вход там следующие карточки вот это удобно то есть вы можете взять допустим игру на какой-то возраст достать потренироваться на уровне развития ребенка да вот их тут они двусторонние эти карточки то есть а это еще даже не все зелененькие вот тут у меня еще лежат смотрите вот например сколько зеленых карточек это вот ну самый простой уровень до для самых маленьких вот потренировались ребенку ну как бы он поиграл да все уже наскучил убрали прошло какое-то время достали игру достали следующий уровень карточек там оранжевый до позанимались с ними и так далее то есть самые последние задания такие они загадочные вот видите например там чуть-чуть красный видный элемент внутри синие звездочки казалось бы всего три элемента и кролик и столько комбинаций интересных вот этот видите куб он по-разному поворачивается то есть он может быть стороной где круг где звездочка где квадрат и в зависимости от того как мы его ставим у нас и все остальные элементы тоже используются но разными сторонами вот и кролик все четыре элемента но очень много возможностей так скидка эфира будет я вижу наших постоянных зрителей да давайте мы сделаем скидочку прямого эфира я сегодня объявление наше не повесила традиционная но да вы спросили сделаем скидочку 5 процентов для тех кто смотрит прямой эфир сегодня либо но в записи в течение суток да она действует эта скидочка для этого вы делаете скрин экрана высылаете менеджер в директ или ватсап либо если вы на сайте заказываете то пишите в комментарии к заказу не в поле кода купона в комментарии к заказу пишите прямой эфир хорошо скидочка действует у нас как обычно при оплате в течение суток то есть если вы заказываете и оплачиваете сегодня или завтра мы ее посчитаем хорошо так ну что понравился вам кролик мне кажется игра классная и она уникальная в своем роде то есть ну еще у кого-то я что-то подобное где-то встречала но вообще-то ну вообще-то нет вообще-то редкость такая тема то есть мы изучаем и вверху понятия верху внизу позади перед слева справа да вы понимаете когда мы используем эти элементы и вообще сам факт что ребенок вот то есть он додумывается каким образом сопоставить вот эти элементы да чтобы у нас получилась нужная комбината то есть как мне вот этот красный расположить то есть чтобы он у меня вот такую дал картинку не так не так не так а как как то вот так если я например вот так поставлю да а сейчас давайте вот ну поэкспериментируем допустим вот вот ребенок составил комбинацию да похоже вроде бы ставим зайку оп не то видите тут поспорятался он только ушки торчат а тут голова значит надо как-то по-другому то есть нужно догадаться что нужно перевернуть вот так вот и поставить и меня правда удивляет как дети маленькие дети вот до этого додумываются сидят верзят эти детальки собирают это очень здорово приятно время смотреть вот так из какого возраста но я могу сказать что вот мы племяшки дарили в два с половиной года она уже собирала зелененькие задания так вообще от трех она ну вот в два с половиной до кто-то написал кстати в каком-то прямом эфире по моему что раньше даже ребенок собирал вот поэтому это все индивидуально но вот ориентира я вам так подсказываю что примерно где-то два с половиной по качеству смотрите то есть вообще сам кролик какой очаровательный хорошо так обработан он гладенько внизу у него такая чтобы не не скользил какая-то типа фетровой подкладочки что ли вот вообще он как персонаж сам хорош для игр да как игрушечка такая вот эти все элементы тоже посмотрите какие приятные гладенькие я думаю вам видно качество на видео вот так что тоже это прям вот я вам сегодня показываю из бонди бон для малышей наших фаворитов самые любимые игры пришли наконец таки так что у нас дальше грузовички грузовички это наша домашняя игра тоже это вообще все наши домашние игры на самом деле просто день и ночь мы уже переросли и кролика вот так грузовички до сих пор играем повторюсь ребенку вот 6 будет в игру входят три вот такие машинки посмотрите какие классные деревянное основание колесики деревянная кабина и пластиковый кузов пластик очень прочный дерево гладенькая то есть вот этой игре но сколько ну четыре с половиной года то есть я покупала их когда ребенку было полтора где-то так вот то есть все они ну с ними ничего не сделать повторюсь это наша игра из дома вот она мы мы в нее играем регулярно то есть все целенько этот пластик тоже такой прям прочный он не гнется он прям крепкий и там внутри видите ребро жесткости да такое и вот это все такое толстенько в чем суть игры у нас есть три вот таких грузовичка все они разные с кузовами разной формы вот вы видите да и разного цвета такие они с глазками это здорово для детей когда но какие-то оживленные такие оживотворенные до персонажи есть и есть десять деталек разной формы и разного цвета и книжечка с заданиями вот она книжечка заданиями здесь 48 заданий в чем суть правила игры такие вам вот это например то есть у нее тоже разные уровни сложности видите зеленый оранжевый красный синий от простого к сложному вот мы берем допустим первое задание нам показано что у нас есть один желтый грузовичок который мы должны наполнить двумя детальками то есть додуматься как сложить вот эти две детальки да вот мы выбрали нужные детальки таким образом чтобы они не торчали из кузова то есть это по сути тетрис то есть тетрис который в который ребенок играет вот играя в игрушки то есть нужно ну вот я соберу вам да уж самое простое то я догадаюсь все таким образом наполнить кузов чтобы детальки не торчали то есть если бы мы допустим сделали как нибудь ну как нибудь не знаю вот так это было бы неправильное решение да они не должны торчать из кузова вот и получается что чем дальше тем задание сложнее вот здесь например ответ с обратной стороны то есть вы если ребенок не знает можете перевернуть показать ему вообще сначала как первый этап если ребенок не понимает что вы от него хотите он просто может собирать по образцу до складывать детальки так как на картинке что кузов прозрачный это хорошо видно то есть вы можете просто давать ему сначала вот такие задания пока он еще маленький малышек да вот чтобы он сделал по образцу детям вообще это нравится то есть это все можно превратить в игру и ну ну катать машины наполнить перевозить груза да что допустим задание этой машинке выдали вот этот груз перевести вот нам нужно ее загрузить как ее загрузить чтобы ничего не торчало мы начинаем придумать то есть не просто там мы тупо дали ему вот сделай задание а превратить это в игру так чтобы ему было интересно он увидел в этом сюжет с какого возраста ну вот у нас она появилась в полтора года сейчас шесть до сих пор интересно понятно что в полтора года мы просто нагружали машинки изучали цвета да мы не ставили задачу там нагрузить чтобы все было правильно мы просто использовали мне очень хотелось эту игру правда то есть когда ребенок был маленький сильно хочется что-то такое на вырос я знала просто она пригодится потому что это просто машинки которые он обожает поэтому я купила их полтора года но для выполнения заданий это безусловно рановато то есть ну здесь вы просто будете ее катать и грузить вот но где-то тоже лет с двух с половиной с трех вы можете уже начинать вот это вот делать да ой извините нагружается машинку разными детальками деталек повторюсь 10 все они разные формы и хотела вам показать как усложняются задания то есть чем дальше тем например вот этот грузовичок в него входит уже три детальки да и вы можете уже то есть это уже посложнее три разместить между собой потом у нас появляется с вами сейчас покажу в зависимости от комбинации деталей задача все сложнее и сложнее видите их по-разному можно располагать дальше у нас сейчас хочу найти две машинки как усложняющий элемент то есть даются две машинки и к ним набор деталей и тут уже нужно подумать как их разделить между машинами до чтобы ничего не торчало и дальше есть задание где все три используются но вот уже в конце да все три машинки используются так что-то хотела сказать вылетела из головы мысль какую-то мысль какую-то не помню ну ладно если вспомню я скажу 48 заданий 4 уровня сложности и очень часто спрашивают про сравнение грузовички и смарт-тачка потому что когда вы смотрите в интернет-магазине на картинке игры выглядят похожи но там машинки тут машинки чем отличаются тут что-то цветное там что-то цветное это вообще две принципиально разные игры смарт-тачка у нас появилась чуть раньше где-то недели две назад мы показывали прямом эфире это наша домашняя смарт-тачка это старая версия то есть сейчас она издается по-другому у нее вот эти кубики поменьше и пластиковый корпус и 5 кубиков и больше заданий просто я вам показываю из того что у нас есть дома до сих пор мы кстати в нее играем и не переросли то есть она ну вот нам шесть она до шести но он еще не не соображает последнее задание поэтому ее на дольше хватит но суть осталась игры та же самая даже в новом издании я поэтому вам покажу с нашей домашней версии то есть если здесь мы у нас задача была как в тетрисе сложить детали так чтобы они уместились до нагрузить грузовички здесь совершенно другая задача так вот у меня от нее книжечка то здесь вы из элементов элементы одинаковой формы видите да вот такие четыре элемента разного цвета и вы из них собираете разные машины то есть вот например задание первого уровня сложности здесь у вас прям идет пошаговая инструкция да что нужно сначала положить вот эту детальку заду наперед делаю сначала вот эту детальку потом мы пойдем красную детальку потом мы ставим синюю и потом мы кладем желтую вот таким образом да то есть мы из четырех элементов собираем машину и каждый раз это получается разная машина то есть зависимости от того как мы ставим эти кубики нужно догадаться как же правильно их поставить натренировались на простом уровне таким образом дальше следующий уровень вам показывает только боковую проекцию и вам нужно вот так поставив корпус бог догадаться как же составить между собой кубики чтобы сбоку это выглядело таким образом да следующий уровень сложности у вас появляются слепые зоны вот видите да белый кубик то есть вам есть подсказка по цвету но есть один белый нужно подумать ну что что же здесь будет вот и так дальше на усложнение на усложнение то есть у меня ребенок вот это пока не но мы как бы давно ее честно говоря не доставали вот надо бы достать но вот это он пока не делает не пробовал вот со слепыми зонами с такими и уже уровень мастер у вас даются две проекции сбоку и сверху и тоже со слепыми зонами да и есть только небольшие подсказочки по цвету вот то есть это для того чтобы понимать трехмерные объекты это очень пригодится в будущем на уроках черчения да и для того чтобы ну логически додумывать и представлять у себя воображение развивается да и логика да чтобы понять как сопоставить вот эти две проекции чтобы увидеть какая же будет машинка вот поэтому я думаю вы видите что вот эти две игры совершенно разные и они не заменяют 1 другую вот они ну просто по разному принципу да только оформленные что та что другая в машинке ну для любителей транспорта вот эта игра ну тоже они примерно все идут категории 36 но где-то с двух их можно смело начинать вводить и они у вас и просто в игре пригодятся как машины да и начинать уже вот эти по образцу задания ребенок рано довольно понимает где-то два с половиной года понимая самый первый уровень сложности ну вот это то что я хотела вам сегодня показать если у вас остались вопросики по этим играм давайте с удовольствием отвечу я сейчас еще промотаю вверх посмотрю были ли какие-то вопросы может быть я что-то пропустила вот а в целом то я показала то что хотела эти игры мы их наконец-то получили очень долго ждали поэтому вот вам их ставлю смотрите спрашивайте я пока полистаю вопросы может быть что-то где-то пропустила с какого возраста день и ночь рассказывала день и ночь где-то ну официально с трех но с полутора как пирамидку для изучения цвета для моторики вы можете ее уже вводить вот вообще большинство игр бонди-бон вот этих логических головоломок стоит вводить раньше только играть не сразу не совсем по правилам да прям выдают ребенку он задание он выполняет конечно же нет адаптировать под возраст ребенка потому что ну ему нужно игровое вовлечение ему нужен сюжет ему нужна какая-то сказка история вообще зачем ему это делать да то есть зачем ему надевать фигурки на эти штырьки а вы можете придумать сказку да что это там теремок это яблонька там ну вы понимаете да как мама вы понимаете что просто так очень мало детей которым ты дал задание они все это выполняют крайне мало чаще всего детям нужна игра и им нужно зачем им это делать история какая-то так ну я вроде бы не вижу больше вопросов нет никого больше вопросиков тогда мы будем прощаться да игрушки а вот вижу вопрос когда календарь появится в наличии ждем 20 числа вот прям очень ждем надеюсь что не подведут нас со сроками вот называют пока такие сроки 20 ноября так тут ответила в основном был вопрос про возраст какая из игр любимая моим сыном вот из этих они у нас появлялись постепенно и в разное время и не могу сказать что какая-то из них была прям фаворитом потому что но он играл то в одну то в другую но прям вы задали мне вопрос мне в тупик поставил не знаю вот сейчас он ну чаще смотрите мы сейчас мы уже убрали кролика но в кролика он играл часто день и ночь но тоже мы играли меньше всего из них мы играли в тачку потому что мне кажется он не очень понимает вот эти проекции пока но прям у меня в планах этим заняться потому что мне кажется ну уже нам как бы пора раз он не понимает значит нам надо над этим поработать и объяснить забронировать календарь да можно напишите менеджерам конечно вам поставит предзаказ эфир да сохраню постараюсь если все будет с техникой нормально вот поэтому про любимый ну ответила да сейчас нам вот он сейчас сейчас играет в грузовички потому что день и ночь кролика мы уже отдали он уже там ну ему это просто он уже все это прошел но вчера принесли вот для эфира специально и он с удовольствием весь вечер проиграл в день и ночь поэтому не знаю как ответить на ваш вопрос по хаба да они мне тоже нравятся но к сожалению пока мы не нашли поставщика хорошего потому что ну там есть свои нюансы в общем какие еще новинки поступили так давайте сейчас я подумаю сегодня к нам знаете какая к нам если я не ошибаюсь сегодня к нам должна приехать днем игра новинка бонди бон спящая красавица я ее видела только на выставке в общем то даже в нее еще толком не играла то есть я примерно посмотрела но это тоже в таком сказочном оформлении игра классная вот ну прям хочу сегодня если правда это она приходит там немножко с поставкой были вопросы если она приходит я ее попрошу мне привести мы поиграем и я в сторис покажу обязательно сегодня завтра так что у нас еще мы ждем на этой неделе тетради я могу они к нам едут много я знаю что многим не хватило в прошлый раз едет прям много наборов должно хватить всем в этот раз так что у нас еще еще нам привезут на пробу знаете кого знаете такие мягкие игрушки есть котик басик из зайками вот кого то нам сегодня привезут я очень хочу их посмотреть потрогать что на картинках мне кажется они прямо очень классные вот не знаю как вы относитесь к мягким игрушкам я вообще не особо любитель но ребенок у меня спит с игрушками с мягкими вот поэтому он любитель ну как то есть у нас есть несколько которые он любит да вот он с ними конкретно ложится спать это у нас прям ритуал вот поэтому хочу я посмотреть на этих котиков в живую потрогать вижу женю женя привет я уже заканчиваю конструктор папины дети вообще вообще не ожидается но у нас была там заначка небольшая если еще не разобрали напишите в директ менеджером несколько дней назад привозили несколько штук набор 129 деталей его пока нет на сайте вот и мне кажется может быть пару штук еще оставалось басик для сна вот я сегодня хочу посмотреть конечно это странно ребенку на 6 лет допустим дарить мягкие игрушки мальчику казалось бы но такие у него с ними нежные отношения то есть у нас есть там несколько наших домашних что мне прям хочется подарить ему еще одну не знаю как папа наш воспримет эту идею но посмотрим мне кажется ребенок очень обрадуется хочу прямо на нее посмотреть что еще вам рассказать интересного раз уж мы тут собрались так еще из новинок давайте я попробую вспомнить что мы ждем что же мы ждем а мы ждем но не на этой неделе наверное на следующей у нас должны прийти наконец-таки настольные игры коварные ли земляничные тропинки живые картинки вот эти все знаете да очень классный синий слоник настолки для детей для дошкольников где-то они с четырех лет очень хорошие и там же будут новые игры обязательно буду снимать показывать вот наверное так основное а у нас еще знаете что у нас по моему поступил вчера или сегодня приходит песок angel сент светящийся по акции будет у них есть такие упаковки сейчас чтоб не наврать 0,9 литра упаковки светящегося в темноте песка есть белый и голубой и в общем у нас начнется акция наверное сегодня мы ее объявим когда вы покупаете два вот этих набора один белый один голубой светящийся скидка 30 процентов будет на комплект их не пришло немного вот так что обратите внимание нет мы находимся не в новосибирске у нас магазин в челябинске доставка хорошая быстрая недорогая в любую точку работаем мы уже пять лет практически все в принципе отлажено поэтому обращайтесь в новосибирск очень быстро доставляем работаем с разными транспортными компаниями с почтами и со всем так да новогодний песок абсолютно я тоже согласна что это как раз для зимы для нового года такое красивое новогоднее чудо светящийся песочек поэтому обратите внимание акционных наборов придет пока немного так про коварный лис да в игру коварный лис мы еще играем она классная она очень интересная я ее очень советую мы начали играть в 4 года играем с удовольствием дарим всем друзьям и со всеми гостями играем так я вам не ответила наверное я пропустила что-нибудь стать 15 давайте я полистаю ну либо вы повторите свой вопрос потому что у меня же убегают комментарии я пока говорю они могли убежать вверх я листаю пока не вижу вашего вопроса наверное вам было бы проще я вижу только ваши ладошки два раза но я их воспринимала как приветствие я же не знала что вы мне вопрос написали так слушайте ну вот листаю вверх не вижу вашего вопроса давайте вы его повторите ладно честно ну не специально никак не хотела вас обидеть нет я не вижу ваш вопрос к сожалению я только видела ладошки дважды давайте вы повторите свой вопрос от восьми лет что посоветую вот прямо сейчас в прямом эфире я не готова вам посоветовать потому что я же не подбирала игрушки но вообще у нас есть варианты есть и настольные игры есть конструкторы проще всего вам написать менеджером или в директ или на электронную почту ватсап как угодно просто напишите и вам вышлют подборочку от восьми лет варианты есть варианты интересные ну все наверное да игры для мальчика шести лет давайте знаете я что сделаю сейчас покажу наш шкафчик с настолками мне конечно есть что посоветовать вот это наш шкаф с настольными играми а вот ребенку шесть лет будет на следующей неделе я вам так покажу в это все мы играем активно то есть у нас прям отдельный вид деятельности настольные игры потому что ну я люблю настольные игры ребенок со мной играет настольные игры он знает что с мамой бесполезно играть в лего там какое-нибудь мама не очень умеет все это делать строить придумывать сюжеты но в настолке мама играет с удовольствием поэтому вот во все это мы играем если вы тут что-то присмотрели пишите менеджером спрашивайте еще у нас есть тут вот компактные в ящике я уж не полезу ну вот эти вот из этой серии дорожные но в целом вот это то что у нас активно прям в ходу вот прям активно вот поэтому да я советую а вот там еще не видно там у нас как раз таки коварный лис спрятался ну здесь я думаю видно да по корешкам во что мы играем вот поэтому если что-то заинтересовало вы напрямую напишите я вам расскажу вот ну все наверное я тогда буду заканчивать да если больше вопросиков нет всех была рада видеть все тогда прямой эфир я сохраню ну пишите звоните менеджеры на связи у нас в принципе скидочка сегодняшняя действует для тех кто услышал поэтому будет приятный такой бонус вам раз вы пришли на прямой эфир все всем хорошего дня завершая эфир кое-как ну скидка